Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы обсудим с вами финал Лиги Чемпионов. Финал, который получился скандальным из-за того, что происходило до стартового свистка, но в данном случае как никогда актуальна русская поговорка, что лучше поздно, чем никогда. Слава богу, что этот финал хотя бы прошел, а там черт знает, что творилось. Кстати, на эту тему я, наверное, еще отдельное видео выпущу касательно того бардака, который происходил вокруг финала Лиги Чемпионов в Париже. Ну и давайте разберем футбольный матч Ливерпуля и Реала. Я, как болельщик Королевского клуба, постараюсь быть максимально объективным в разборе этой встречи, хотя периодически я, конечно, буду, наверное, срываться на какие-то эмоции. Ну хотя бы потому, что игра некоторых футболистов мадридского клуба, она была настолько запредельной в этой встрече, что здесь никаких других эпитетов, кроме восторгов, наверное, даже использовать нельзя. В общем, давайте разберем эту встречу поподробнее, но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы начинаем со стартовых составов. И здесь, в принципе, если говорить о Реале, то все очевидно. Кортуа на воротах Минди Карвахаль, на бровках в центре защиты Алаба плюс Милитау. Были вопросы касательно Алабы, сможет сыграть или нет, но вот он с первых минут. Касательно середины поля. Многие предполагали, что возможно, возможно, Реал выпустить схему 4-3-3. То есть впереди появится тройка нападения, а в центре появится Казимира, Кросс и Модрич. Ну, Казимира, Кросс и Модрич, понятное дело, появились в центре поля, но они были не в тройке. С ними играл еще и Вальверде. Уругвайский, атакующий центральный хавбек, который здесь, был еще одним футболистом, который должен был дополнять эту группу. Многие по ошибке приписывают Вальверде к позиции третьего нападающего. И таким образом фигурирует схема 4-3-3, которая якобы была у Модриды. Но это, конечно, не так. Реал играл с четверкой хавбеков, которая выстраивалась по ситуации то в ромб, то в такой своеобразный треугольник. Поэтому здесь, конечно же, Вальверде был именно полузащитником. Ну, а впереди Бензима и Венесиус. Что касается Ливерпуля. Вот здесь вот были, на самом деле, сюрпризы. На воротах Беккер, но это, понятное дело, не сюрприз. В центре защиты Ван Дейк и, внимание, Конате. Хотя многие ожидали матипа. И это, наверное, был как раз один из сюрпризов. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что Конате все-таки парижанин, должен был показать себя в родном городе. Может быть, на это был расчет. На флангах Робертсон и Арнольд, но это понятно. В центре поля Тьяго Фабиньо. И плюс к ним появился Хендерсон. В принципе, здесь были варианты. Можно было выпустить того же самого Кейта. Но выпустили Хендерсон. Все-таки капитанище, легендище должен себя показать. Кстати, как тут не вспомнить, что Фабиньо в свое время выступал за дубль Реала. И даже провел одну встречу за основу. И как тут не вспомнить, что Тьяго Алькантера – это воспитанник Барселоны. И здесь, конечно же, для них этот матч был особый. Впрочем, знаете, финал Лиги Чемпионов здесь, в принципе, матч особый. И дополнительную мотивацию, наверное, и искать не стоит. Ну и впереди. Мане, Салах и дальше был вопрос. Диас или Жота? Вот еще один вопрос в составе. У Ливерпуля два ключевых нюанса. Это, соответственно, мотив. Либо Канате и Жота или Диас. Выбрали Диаса. И, наверное, это одна из ошибок Клопа в плане стартового состава. Потому что в данном случае латиноамериканец как-то вот не впечатлил. В общем, если говорить по факту, если говорить по факту, то Ливерпуль в этой обойме мог, наверное, показать больше. В первом тайме Мерси и Сайцы очень здорово начали. И было видно, что они как-то больше готовы, возможно, к этому финалу. А вот дальше команда вот не то чтобы прям пропала или растаяла, но вот как-то сильно пошла на спад в плане активности. С чем это вообще связано? Мы должны понимать, что Ливерпуль и Реал перед этим матчем прошли очень разный путь, скажем так. Реал уже давно оформил чемпионство. И последние матчи превратились для них, ну, в полутоварищеские какие-то встречи, в которых можно было расслабиться, сэкономить силы, где-то даже проиграть, где-то в ничейку сгонять. То есть Реал экономил силы, но поэтому немножко выпал из сумасшедшего вот этого ритма футбольного, чемпионской гонки, потому что Реал уже чемпион. А Ливерпуль, он до последних минут последнего тура АПЛ бился за чемпионство. Поэтому Ливерпуль, он как бы в лучшем тонусе. Он был на драйве, он был разогнан, что называется. И поэтому на первых минутах было видно, что Ливерпуль просто лучше готов к этой встрече. Они быстрее, они очень круто прессинговали Реал, мадридцы ошибались, мадридцам приходилось очень тяжело, мерсесайцы создали несколько хороших подходов. Но при этом, что характерно, я бы не сказал, что на старте встречи Куртуа прям тащил команду. То есть главные сейвы Куртуа были в оставшейся части встречи, они были дальше. А вот на старте Ливерпуль, да, давил, создавал моменты, подходы, но Куртуа особо герой нечуть не приходилось. По факту у Ливерпуля были серьезные проблемы с завершением. И защита Мадрида, которая, конечно же, в целом показала в этой встрече себя как дарявое решето, и хрен его знает, сколько бы команда пропустил, если бы не Куртуа. Здесь она создавала хоть какую-то плотность и максимально осложняла удары мерсесайцам. В итоге, выдержав стартовый натиск, Мадрид постепенно смог оттеснить противника. Кстати, если мы говорим о статистике этого матча, Ливерпуль нанес огромное количество ударов и здесь полностью превзошел Мадрид по ударам, но процент владения был соизмеримый. То есть Мадрид, на самом деле, вполне себе неплохо контролировал снаряд по ситуации. И это, конечно, было основано на схеме с четырьмя хавбеками. Причем с какими хавбеками? Куда не посмотришь, либо легенда, либо очень толковый и молодой Вальверде. Поэтому здесь центр поля Мадрида в какой-то момент смог перехватить инициативу, перехватить контроль за мячом. И дальше начался, ну не то чтобы удушающий контроль, но дальше Мадрид стал, так скажем, тушить вот это пламя Ливерпуля, в том числе своим владением, своими спокойными перепасовками, своим умением, так скажем, играть вот в эти квадраты-треугольники. Мадрид, Кросс, Вальверде, Казимира — это настоящие мастера передачи. И здесь они таким образом смогли, во-первых, найти контраргумент против прессинга Ливерпуля за счет вот этих перепасовок. Они выходили из-под прессинга. Во-вторых, они, конечно же, убивали и время, и тушили ритм мерсесайцев, и в итоге смогли успокоить игру. Оставшаяся часть первого тайма из-за этого во многом получилась скучноватой, но зато в концовке мы повеселились по полной, потому что здесь был забит мяч. Мяч, прям, скажем, курьезный. Оборона Ливерпуля и голкипер тут, конечно, накосячили по полной программе. И да, это тот самый случай, когда разница в действиях голкиперов, Алисона Беккера и Куртуа, она очень сильно сказалась на ходе этой встречи. Я, кстати, перед игрой говорил, что Куртуа будет тащить. Ну, собственно, знаете, предугадал этот нюанс. И хотелось бы отметить, что здесь оборона Ливерпуля, которая изначально смотрелась куда круче мадридский, конечно, оплошала по полной программе. И тут Бензима забил, правда, гол отменили. Отменили из-за того, что был офсайд в завершающем этапе атаки. И здесь, если честно, нужно разбираться. Я не уверен, если честно, что последнее касание в этой ситуации было от футболиста мадридского Реала. Я вполне себе допускаю, что это игроки Ливерпуля здесь так разыграли, что мяч отскочил к Бензима и тот забил. Тогда здесь пенальти уже... простите, пенальти. Тогда здесь гол нужно было засчитывать. Так что здесь неоднозначный эпизод, который стал, возможно, ярчайшим моментом второй части первого тайма. Касательно того, что происходило во втором тайме, мы увидели картину максимально похожую на то, что было в первой части игры. Реал тушит вот эту страсть Ливерпуля и их натиск за счет контроля. Реал очень умело работает в центре поля. Фантастический матч выдал Казимиру, который просто сожрал все и вся. Кстати, весьма символично. Почему Фабинио в свое время не заиграл в Мадридском Реале? Да потому что он в дубле проигрывал конкуренцию в центре поля на вот позиции, которая для Фабинио оказалась оптимальной. Он проигрывал конкуренцию как раз-таки Казимиру. И здесь, конечно, бразилец очень хорош был, блокировал одну атаку за другой. Плюс нужно похвалить и Каравахаля за большую часть основного времени, потому что здесь он, ну, скажем так, действительно был чертовски хорош. Вот ждали от Трента Александра Арнольда таких-то совершений по ходу большей части игры. А по факту больше впечатлял Каравахаль, который на старости лет сохранил бодрость духа и здесь рубился на фланге так, что мало не покажется. Кстати, возможно, это стало одной из причин, почему Диас и Мане далеко не всегда показывали нужный футбол. Как бы они не менялись флангами, как бы они не пытались там что-нибудь создать, проблемы были колоссальные. Ну а дальше, дальше, после того, как Реал сбил очередной стартовый натиск Ливерпуля своим контролем, случилось то, что случилось. Великолепная атака. Гол Венисиуса. Оборона просто рухнула к чертям. Вот я хвалю Каравахаля на правом фланге обороны Мадрида. А что здесь правый фланг обороны Ливерпуля делал, я не понимаю. Венисиус забивает. Забивает. И, знаете, это, конечно, выглядело издевательством. Просто это, я так понял, первое попадание в створ было у Мадрида за весь матч, не считая отмененного забитого мяча. У Ливерпуля к тому моменту 14 ударов было, у Мадрида это, по-моему, второй удар. Но вы сами понимаете, какой смысл говорить о количестве ударов, когда Венисиус забил единственный гол и принес команде победу. Ну и, конечно же, здесь оборона развалилась просто наглухо. И хотелось бы отметить, что вообще вот этот момент, он вот в какой-то ситуации даже не поменял в этом игры. Потому что у меня было ощущение твердое сразу после этого, что Ливерпуль не совсем понял, что произошло. Пять минут вот игра шла так же, как до забитого мяча. А вот дальше, да, дальше Ливерпуль насел на своего соперника. Ливерпуль очень плотно оккупировал чужую половину поля. Ливерпуль начал поджимать Мадрид. Мадрид начал зажиматься на своей штрафной площади. Тут подоспели и свежие футболисты. Жота вышел вместо Диэса. Потом Кейта и Фермино заменили Алькандера и Хендерсона. Таким образом команда перешла на схему с четырьмя атакующими футболистами. Максимально наступательное сочетание. Куча ударов, опасных моментов. Но Куртуа, конечно же, тащил. Куртуа это, на мой взгляд, главный игрок этого матча. И вообще следует признать, что бельгиец здесь, во Франции, ну, козырнул так, что мало не покажется. И если бы не Куртуа, ну, вы знаете, победы Мадриды бы не было. Да если бы не Куртуа, мне кажется, Мадриды бы не было в финале. Потому что, вспомните, в одной четвертой, в полуфинале, сколько было моментов, когда бельгиец просто тащил команду. И здесь гениальнейший матч Куртуа, гениальнейший матч Казимиру, который бился как лев, гениальнейший матч Карвахаля. Всем на букву К сыграли круто. И Каим Бензима тоже сыграл неплохо. Ну и, кстати, да, Мадрид в итоге мог забивать еще. Там был шикарный выход 3 в 2. Немножко не запороли атаку, но это было бы слишком. Если бы Реал по такой игре взял бы 2-0, это был бы перебор. Мадрид и так выиграл Лигу Чемпионов очередную. Выиграл в том самом стиле, который он показывал в плей-офф этой Лиги Чемпионов. Мадрид, скажем так, как бы это сказать помягче. Мадрид не продемонстрировал ничего экстраординарного в плане там количества ударов, количества опасных моментов. Мадрид не сокрушал своих соперников там, не знаю, с крупными результатами в плей-офф. Мадриду частенько приходилось вытаскивать матчи в концовках. Но Мадрид, понимаете, он как опытный коллектив приложил именно столько усилий, сколько потребовалось, чтобы завоевать вот этот трофей. В итоге чемпионство, Лига Чемпионов, хала-ала Мадрид, что здесь еще можно сказать. Поздравляю всех поклонников Королевского клуба.